И эту тем более подробно обсудим с главой Центра политических исследований доктрины Ярослава Башко, с нами на связи. Ярослав, рады приветствовать. Доброе утро. Здравствуйте. О глобальном юге говорим, и говорим, начал бы с влияния на страны глобального юга. Чем именно может влиять на них Российская Федерация, так сказать, заинтересовывать, и чем глобальному югу некоторым отдельным странам выгодна Российская Федерация? И я, если можно, добавлю, почему так Российская Федерация популярна в этих странах? На самом деле термин глобальный юг, он все-таки происходит из, скажем так, мировой экономики. И понятно, что интерес большинства стран глобального юга является более успешное проведение тех темпов догоняющей модернизации, которые они когда-то отстали от Запада в развитии своих экономических, политических и оборонных систем. И здесь Россия пытается выступать таким квази-западом, тоже источником каких-то там сырья, ресурсов, источником в какой-то мере даже инвестиций. Однако понятно, что приоритетным остается вот этот вот экономический взаимообмен, который Россия пытается всячески политизировать, чтобы поставить, скажем так, на этот экономический фундамент еще попытки усилить прения стран глобального юга с Западом. Да, почему России в какой-то мере это удается? Потому что это технология, которая существует уже около 50 лет, да, начиная с конца 50-х годов, когда в Советском Союзе был окончательно уже подчеркнут тезис, что мировая революция так или иначе является желаемой. Однако достижение ее в странах Западной Европы и США уже не представляется такой первоочередной реалистичной целью. Внимание было перенесено в страны глобального юга. То есть в страны Африки, в тот же Афганистан, в некоторые страны Латинской Америки. И поэтому вот эта вот концепция противостояния социализма-капитализма, она сместилась в страны глобального юга, и они стали такой очевидной площадкой для противоречий между Советским Союзом и США, и их союзниками. То есть, по сути, это продолжение внешней политики Советского Союза. Поздних десятилетий существования СССР, попытки создать более глубокие противоречия между этими нарождающимися всякими постколониальными элитами стран, созданных в бывших колониях. Однако, все-таки важно подчеркнуть, что если в этой марксистской топике экономика является, дескать, фундаментом каких-то там политических противоречий и такое прочее, то, как мы видим и в реальности, и уже в более западных современных теориях, политика все-таки является очень автономной. Многие страны глобального юга, даже торгуя с Россией, не собираются выходить из значительной части своих взаимоотношений с Западом, и уж тем более не собираются существенно корректировать свой внешнеполитический курс. Ну, а вот по вашему мнению, а как так получилось, что бывшие, скажем так, колонии глобального юга поддерживают, ну, по сути, Россию как неоколониальную, да, войну России против Украины, как так получилось? Потому что, ну, действительно, такая активная пропаганда, как мы видим, Российской Федерации, которая продвигает, скажем так, антиколониальную риторику в Африке, тоже Латинской Америке, но, тем не менее, умеет убедить, как видите, своим неоколониальными действиями. Потому что, на самом деле, топик колониальный и антиколониальный – это инструмент левых сил. И то, что мы сейчас используем его относительно Украины, России, он очевиден, скажем так, не для всех людей глобального юга. То есть для многих людей, даже серьезно изучающих постколониал стадис, фокус этой темы колониализма и антиколониализма, он всегда был там, в таком, как бы, мире неевропейском, в мире вне, скажем так, так называемых стран Запада. То есть было такое традиционное всегда расхожее мнение, что вот колониализм и антиколониализм – это явления, которые касаются там Южной Америки, Африки, частично стран Азии, но ни в коей мере это нельзя там применять к Европе, к Чехии в составе Австро-Венгрии. Там, возможно, к Шотландии, к всяким там различным Каталонии, Окситании, к Украине, к Молдове. Это все, дескать, не применило, потому что мы с вами якобы там жили в таких же капиталистических и демократических или других западных условиях. И поэтому мы являемся якобы частью этого. Потому что была так скроена академическая рамка этого понятия постколониальности, антиколониальности, что оно вообще в меньшей мере относилось к европейцам. И поэтому это все было в первую очередь всегда инструментом левых сил для того, чтобы изменить статус-кво в других регионах мира. Однако важно подчеркнуть, что США использовали антиколониальную риторику в ходе перехвата контроля за многими колониями британскими и французскими, например, в Африке. Потому что после Второй мировой войны США очень серьезно обрели влияние. И антиколониальные тезисы, они были очень удобны для того, чтобы изменить вообще расстановку через какие-то революционные или просто политические изменения. Для многих стран мира, скажем так, колонизаторы — это только отчасти негативная история. То есть понятно, что колонизаторская топика, она поднимается, она всячески негативно обсуждается. Однако современные страны глобального юга борются на самом деле не с колониализмом. Они сохраняют все, как правило, хорошие отношения со своими метрополиями, даже если эти отношения подпорчены риторически. Однако метрополия является источником важных услуг науки, искусства, образования, ценных кадров. Почему там в Индии до сих пор язык делового общения английский, и значительная часть индийской элиты там училась или пытается учиться в британских вузах и такое прочее. То есть эта топика о колониализме и антиколониализме, она только частично отражает реалии национально-освободительной борьбы. И это тоже такой политический инструмент. Просто события политические были фреймированы таким образом, что мы считаем что-то колониальным, а что-то не колониальным. И это в первую очередь на самом деле украинская идея, считать, что отношения Украины-России были именно описываются в колониальной риторике, даже если понятно, что Украина была захвачена Россией когда-то. Но мировые исследователи колониализма, неоколониализма, постколониализма слишком сфокусированы на странах Африки, Латинской Америки и Азии, чтобы так много обращать внимание на Украину. Так в том-то и дело, что именно эти страны, особенно страны Африки, сейчас очень будут страдать от расторжения фактически зернового соглашения, из которого вышла Российская Федерация. И уже безопасность, как они считают, не будут гарантировать. Как это теперь повлияет, собственно вообще война, как влияет на эти страны Российской Федерации против Украины? Ну, безусловно, самый большой удар в любой такой глобализованной системе, как сейчас, всегда приходится в первую очередь по самым бедным. Да, это соответствует тем отчетам Мирового банка, который мы видели еще в 2022 году, и другим очень серьезным исследованиям и расчетам. Самый большой удар всегда по бедным странам. И в первую очередь мы понимаем, что если, например, дорожают энергоносители, дорожают продовольствие, дорожают услуги, дорожают любые сырьевые ресурсы, то в первую очередь в опасности являются рынки бедных стран. Потому что богатые страны, страны Западной Европы, США, они худо-бедно, но смогут покрыть свои расходы и платить больше. А вот многим странам, скажем так, Южного полушария, для них действительно это является проблемой. Однако большинство из них являются заложниками своей бедности. То есть для них все-таки во главе угла всегда стоят экономические интересы. И постулировать... Ярослав, я просто тогда уточню, понимают ли эти страны, что виной всему их бед именно Российская Федерация? И поэтому все-таки надо прислушаться к стране украинской, да, и даже присоединиться... Я бы так сказал лишь отчасти. Скорее не понимают, потому что позиция большинства стран глобального юга зависит от того, кто их ключевые торговые партнеры, да. Украине, например, удается налаживать успешно диалог в первую очередь с теми странами Африки, которые и так находятся в орбите западных интересов и стараются кооперироваться как можно больше с западными странами. В то же время есть страны Африки, которые больше кооперируются с Россией и Китаем. И как бы в этом смысле они все являются заложниками своей бедности, потому что их бедность, их потребности детерминируют очень часто позиции, которые они вынуждены высказывать на международной арене. Россия и Китай этим пользуются и пользуются с переменным успехом. Однако, скажем так, в итоге страны глобального юга не объединяются в какой-то глобальный антизападный альянс, потому что существование каких-либо альянсов выгодно в этой ситуации только России. Например, ЮАР или Намибия, они спокойно, не входя в какие-то очень глубокие договоренности, не беря на себя дополнительные международные обязательства, могут все равно получать выгоду от каких-либо торговых сделок. Повышать градус напряженности в отношениях с Западом им самим не так интересно. Поэтому отчасти российский план действует, но, скажем так, в своих основных контурах он является глубоко нереалистичным. Услышали вас, Ярослав. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Напомню, глава Центра политических исследований «Доктрины» Ярослав Башко был на прямой связи с нашей студией.